Город в деталях через призму фотографий старинных домов и личных переживаний людей. Такое видит историю авторы книги «Говорит Рязань». Официальная точка отсчета проекта стала октябрь 2013 года. Тогда Светлана фотографировала свой первый дом, который положил начало большой коллекции. Теперь их более 450. В 2015 году девушка провела две выставки своих работ. Мы ее готовили как такую очень скромную, очень небольшую. Человек, у которого нет какого-то звучного имени, нет известности в городе. Ну вот и сделаем, и проведем. Выставка этих фотографий прошла и осталась в памяти читателей. И в памяти сотрудников библиотеки. Потому что она действительно тронула за душу, глубоко заинтересовала и оставила очень хороший след. К Новому году Светлана выпустила календарь «Дома Рязани». Новая книга – это логическое продолжение проекта. В нее войдут не только красочные фотографии, но и истории простых людей. Фотограф отмечает, что хочет наполнить ее воспоминаниями об уходящей эпохе, символом которой стали исчезающие деревянные рязанские дома. В итоговом варианте будет около 50 историй жителей. Как они поселились в этих домах, как они там жили. То есть это, скорее всего, будут истории либо самого взрослого поколения, которые там живут, либо истории, рассказанные им бабушками и прабабушками. То есть истории, наверное, все-таки отсылающие нас немного вглубь, времен, где-то в середину 20 века, может быть, даже чуть раньше. Сейчас авторы в творческом поиске. Они приглашают всех рязанцев поделиться историями своих семей. Записывать их уже помогают студенты-социологи. Они выбрали несколько интересных домов, а в течение месяца навещали их жителей. Получилась настоящая научно-исследовательская работа. Дома уже нет, например, на Затинное. Там уже построен большой дом. Выясняются такие события. Например, нам жительница, она там жила в трех поколений. Она рассказывает, что она уже сейчас взрослая. Говорит, я помню наш двор. Мы здесь играли, выкапывали мелочи, старинные денежки. Денежками эти мы играли. В этом дворе у нас здесь и картошку мы сажали. И здесь же у нас выдры водились. И нам потом показывала, как были сады, весливовые, яблони, как они собирались пили самовар. Уже сейчас можно сказать, что книга станет живым памятником уникальной рязанской архитектуре. Ведь многих домов уже нет. Другие сильно изменились и разрушаются все больше с каждым годом. Выпустить книгу авторы планируют до конца года. Правда, отмечают, что это оптимистичный прогноз. Параллельные истории и фотографии будут выкладываться на сайте проекта 365domovryzani.rf Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».